Первый был кот, второй был петух. И вот этот петух имел колоссальную популярность у нас, у советских, как говорится, покупателей. Плакат – это прежде всего обращение к массам, к митингу, к толпе, понимаете? А лубок – это отдельно рассматривающий зритель, то есть я и рассматриваю. То есть он рассчитан на зрителя непосредственно общение с картинкой. И, как правило, картинка-то висела в доме, то есть там, где проходила жизнь простого человека. И общий тираж этих эстампов составлял у меня на то время 50 тысяч. Это означает 50 тысяч комнат, где висели мои эстампы. Вы представляете? Город. Значит, когда появилось это постановление ЦК партии об этом сухом законе, то, а у меня была уже создана мастерская народной графики, художники, которые работали над возрождением русского лубка, делая его как бы современным лубком, то я понял, что это был звездный час именно моей мастерской. Первая антиалкогольная тематика и акция была организована Андроповым. Была такая смертность в России. То есть сколько было бед от этой его людей. Люди хватали на ум, число любых, и сажали сильнее. Большая конкретно, это был именно акция, она была второй, вторичной. Миньоны в год ходили россияне, так сказать, мир и мир. Когда произошел дефицит водки, начались очереди за водкой, фантастические. Можно, например, на кинохронике, когда люди как бы душились за этой водкой. Портвейн был самый популярный напиток в то время. Он дешевый. И был еще до него солнечный дар. Люди в народе солнечный удар был. У нас все продавали бочка, он очень дешевый. Это архивенный химический напиток, который отгурманивал мозги и тут же валил. Свадьбы, например, проходили, значит, как безалкогольные свадьбы. Но, в общем, наливались чайники и из чайников, ну и вахар спиртной. Потому что, как будто чайник. Но положительную сторону этой беременовской алкогольной программы, как говорится, она была налицо. Ведь родилось не один миллион здоровеньких младенцев. Понимаете, в чем дело? У алкоголизма есть коллективное самоубийство нации. Это был политический заказ партии, когда, так сказать, и в гравюре всегда все это приветствовалось. Скульптуры, памятники. Есть расценки на какой-нибудь незначительного портрета, незначительного. А Ленина считается самые-самые-самые-самые-самые. Продолжение следует...